приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про ребаланс техники а именно про ап прям танков в следующих видосах поговорим с вами про ребаланс прокачиваемой техники и нерв десяток имбовых сейчас перечислю танки которые на супер тесте на и у варгейминг планирует апнуть точнее он тестирует эти изменения что в итоге получится посмотрим будет ли леста такие изменения делать или нет увидим время покажет сейчас смотрим какие танки ребалансе t26 e5 есть такое же только в стиле патриот также mx m4 млс 49 есть такой же в стиле liberty t26 пилот номер один strv 81 это то же самое что и прямо виктория центурион мк 51 рак фв 4202 туртл мк-1 самое смешное что если посмотреть прокачиваемые танки то центуриона мк-1 его не апают а это то же самое что и прямо виктория что и strv 81 это все просто один и тот же танк и фв 4202 принципе чуть-чуть отличается там формами но тоже не сильно это примерно одно и то же но почему-то один на супер тесте про t69 они вспомнили но поэтому вы говорим в другом видео итак самый сильный танк из этих всех перечисленных туртл мк-1 и его а путь сильнее всего ему добавляют 5 километров максимальную скорость вперед два километра назад стабилизацию улучшает пробитие базовым снарядом плюс 16 пробитие специальным снарядом плюс 17 и здесь пробитие уже становится как реально у пт-шки уже даже немножко больше чем утяжей а это и есть пт-шка но и нравится на как тяж также скорость полета снаряда очень сильно там на 200 плюс метров в секунду увеличивают что тоже добавляет комфорта и все это такому танку который и так хороший он конечно же не имба но на нем вполне себе комфортно и приятно и прикольно играть у него есть свой специфический имплей в котором он неплох и его сильнее всех апают серьезно а если посмотреть какой-нибудь стр в 81 то ему апают разброс при движении поворотных корпуса чего это самый слабый прям танк по статистике на самом дне хуже него нет ничего это просто вот если найти самый плохой прям танк кто снизу еще постучится стр в 81 а еще из-за стр в 81 постучится прямо виктория потому что это тоже самое и его апают так бездарно то о чем думают вообще эти люди которые этим занимаются это самая бездарная вообще ребаланс который можно сделать еще опыт в 42 02 обзор плюс 10 метров разброс при движении и повороте корпуса время перезарядки орудия минус полсекунды обалдеть но это чуть больше апов чуть больше циферок но танк тоже супер слабый если посмотреть на самый сильный танк из этих которые тут ребалансится ему столько циферок много дают что там просто в сумме получается как у всех остальных вместе взятых центурион 51 ему тоже разброс при движении повороте корпуса улучшают хотя он в тысячу раз лучше чем стр в 81 и прямо виктория поскольку он намного бронирование а ему делают почти такой же ап как и самому плохому танку да вообще куда эти люди смотрят что это за апы такие я не спорю что центурион 51 тоже не самый сильный прям танк но у него хотя броня и какая-никакая есть в отличие от этих самых прям викторий т25 пилот ему пробития а поют на 16 миллиметров и получается 208 вы представляете 2023 году пробить и 208 и специальным снарядом на 25 улучшает получается 268 такое ощущение что эти цифры это от которых нужно сейчас апать а он только к ним сейчас пришел и скорость полета базового снаряда на 67 получается 920 обалдеть и специальный снаряд у нас получается на 79 метров в секунду 1100 выходит при этом у этого танка почти нигде нет брони кроме краев маски и он так себе ездит все и ему так чуть-чуть вот апнули пробитие и скорость полета все это тоже один из самых слабейших там на самом дне танк чуть-чуть лучше чем с 2 81 amx m4 или 49 тоже танк на самом дне там практически чуть чуть повыше чем прошлое скорость поворота шоссе плюс 5 градусов разброс при движении повороте корпуса 004 получается 018 но это тоже не самая лучшая стабилизация и мы только к ней пришли у танка реально плохо со стабилизацией и очень дерьмовый летит снаряд и альфа слабенькая очень туго он стреляет время сведения на 04 получается 25 невероятно от сведения под 3 секунды это общей дичь было разброс при повороте башни тоже 012 становится вот эту танку апнули то что нужно единственно что с его нищей альфой хотелось бы наверное может и дпм чека чуть-чуть хотя бы чуточку добавить поскольку ну на нем тяжело играть вот эта шишка на голове ну такое вот здесь что-то там по добавляли но опять же это танк и так получше чем прошлое вот эти всякие пилоты центурион и стрв фв мв и т26 и 5 тоже танк по статистике конечно он лучше чем все предыдущие но какой же он тоже не очень максимальная скорость вперед на 4,8 километра час увеличили вперед скорость обалдеть там по граммам и вымеряли на 2 километра скорость назад получается вперед 45 назад 17 ну для тяжа восьмого уровня ладно стабилизацию лучше ли то есть у танка альфа нищебродская просто как у стэшки просто супер плохая альфа вот так у него еще стабилизация была просто как будто бы там я не знаю на кого два на ходу стреляешь ее улучшили слава богу скорость поворота шасси разброс на 100 метров улучшили будет 036 было 038 насколько понимаю и время сведения 2 и 1 будет да это все хорошо но стабилизацию апнули но с этим и скорость апнули и скорость поворота апнули из-за чего вот это улучшение стабилизации это скорее просто компенсация поскольку этот танк начинает быстрее ехать и крутиться у него еще сильнее орудие разлетается в плане точности а если еще сверху турбину поставить то мы наверное вернемся к тому же от чего и отталкивались а вот и все я бы у нас прям танков видимо это все слабые прям танки которые можно зацепить этим опам причем смешно что некоторые танки прям самые-самые откровенно бездарные некоторые прям танки примерно из середины по статистике и самое смешное что самые слабые прям танки хуже всего апнули вот каких еще прям танков мы не видим здесь в этом api panzer 58 т34 у них еще есть аналоги т34 б шваш panzer какой-то 58 это все одни и те же танки просто копии также еще по танк р в стиле там раз прекрасно он тоже очень плохо по статистике стг гвардец его хоть и апали но ему бы стабилизации хотя бы добавили чуть-чуть танчик видно что отстает 102 он хоть удобно и приятный но он слабенький 59 потом как эту имбу обошли стороной т92 лтшк она удобная но она слабенькая т42 а т54 первый образец как же эту им будто обошли стороной самое смешное что сиди си по статистике посередине но вот т26 е5 и турталом к 1 они чуть повыше середины их апнули а почему-то вот сиди си его пропустили где об этого танка как вообще этот а происходит как они эти танки выбирают и почему а поют самые слабые танки настолько слабо что они там и останутся на самом дне это очевидно а вот т26 е5 и а мx м4 млес 49 они были там около серединке может чуть ниже и хапнули они вот примерно посерединке и останутся до имбовых танков так никто из них и не доберется даже не то что до имбовых хотя бы под них куда-нибудь поближе как хотя бы подобраться вообще нет и у меня возникает вопрос а на хрена нам вообще такой об нужен это же не об вообще это просто отстающих немножко подогнали под зад пинком как люди играли на имбовых танках и хотели играть только на них так оно и останется на вот этом всем как никто не хотел играть так и не захочет но максимум на турталом к 1 пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока